Ну и политический шторм в американской Айове после месяцев баталии именно в этом штате стартуют первичные президентские выборы, так называемые кокусы. Республиканцы и демократы на собраниях определяют по кандидату от своей партии, который выдает финальную стадию битвы за Белый дом. Она начнется летом, ну а пока на данном этапе отсеивают самых слабых. Каков расклад из Айовы? Наш Субкор Жанна Галакова. В университете штата Айова вечеринка года. К нам едет Берни Сандерс. Политик, который обещает сделать высшее образование бесплатным, здравоохранение доступным, а воротил с Уолл-стрит послушными. Он называет это революцией, а себя социал-демократом. Студенты, несколько дней назад забросавшие здесь помидорами миллиардера и либерала Дональда Трампа, воспринимают эти идеи на ура. Мы не просто выбираем президента Соединенных Штатов, что само по себе очень важно. Мы должны совершить политическую революцию и преобразить Америку. Сандерс – главная угроза Хидри Клинтон. В штате Айова и Нью-Хемпшир, там праймерис пройдут на следующей неделе, их шансы примерно равны. 43 против 45. Когда вы пойдете на голосование, вы будете выбирать не только президента, но и верховного главнокомандующего. Я знаю, что это значит, поскольку у меня огромный опыт, и я многие годы наблюдала, с чем приходится сталкиваться к президенту. С Айовой у Клинтон особые отношения. Восемь лет назад она с треском проиграла здесь Бараку Обаме. Ее сочли надменной и далекой от народа. Теперь она учла ошибки и привезла самое дорогое. Челси Клинтон беременна двойней. Здесь шутят, политики вспоминают об Айове раз в 4 года, во время выборов. И раз в 4 года на местной сцене с большим успехом идет мюзикл «Кокус», или в вольном переводе «Выборы». О том, как заезжие кандидаты обольщают фермеров, местный электорат. С точки зрения статистики, Айова штат нерепрезентативный. Малонаселенный, в основном аграрный. Это местная кукуруза, и Никита Хрущев в свое время пытался засеять российское нечернозенье. И очень консервативный. Здесь живут в основном белые американцы, придерживающиеся традиционных взглядов. В этой очереди надежды на то, что у американского бизнеса будет меньше налогов и больше возможностей. Что нелегалам будет закрыт въезд раз и навсегда. Что вторая поправка Конституции о праве на ношение оружия никогда не будет поставлена под сомнение. В общем, все, что обещает кандидат от республиканцев Дональд Трамп, чтобы сделать Америку снова великой. А вообще-то мы члены демократической партии, и поэтому мы тут. Да-да, не удивляйтесь. Но голосовать будем за Трампа. Может, и партию поменяем. В этом политическом сезоне это определенно тренд. Дочь Иванка на восьмом месяце беременности. Посыл для избирателей. Будущее за Трампами. Позвольте представить мою дочь, Иванку. Она на девятом месяце беременности. Врачи не советовали ей ехать, но я сказал, подождите, будет отлично. С политической точки зрения. Если она родит в Айове. Вот это будет просто класс. Вы же все за меня проголосуете сразу. Дональд Трамп – кандидат, как их не бывало. Человек-самолет. Байкотирует теледебаты, не нуждается в спонсорах. Сам раздает сотни тысяч долларов на поддержку ветеранов. 28% республиканцев Айовы хотят видеть его президентом. Весьма амбициозного и перспективного Теда Круза – 23%. Трамп оттеснил его на второй план. Молодого энергичного Марка Рубио тоже. А Джеба Буша и вовсе задвинул. Буш один из своих последних митингов перед сегодняшним голосованием провел в городке под названием Ватерло. Здесь помнят, как его отец, Джордж Буш-старший, проиграл Айову в 88-м. Правда, в итоге все же стал президентом. Шансы Джеба невелики. Всего 5% голосов. Трамп сделал для этого немало. У каждого Буша есть свое Ватерло.